О монастырских каналах можно рассказывать очень много но впечатляют они не меньше чем сам Кремль и эти циклопические постройки монахи в отличие от Беломор канала по виду не с такими людскими затратами и потерями постепенно соединили всю систему озер протоками и в результате получили водный путь почти по всему острову это и лес, это и покосы это и рыба ну конечно Володя Макаров имея резерв времени познакомился с лучшей частью местного населения и они им устроили прекрасную прогулку по всем этим каналам познакомился он и с местной властью Таранов председатель поселкового островного совета и остались у него о нем самые теплые воспоминания Таранов это тоже бывший моряк он еще потом несколько лет же был на Соловках потом уехал следы его потерялись и что-то так удалось потом выяснить в музее Соловецкого монастыря или в Архангельском музее или в музее Соловецкого монастыря вот вот эти, когда смотришь на эти каналы я вспоминаю Беломоро-Балтийский канал потому что мне на яхте в большой компании несколько яхт пришлось пройти туда и обратно по этому Беломоро-Балтийскому каналу это был полностью загубленный отпуск вот и по-видимому когда люди строили Беломоро-Балтийский канал они наверное как-то имели в виду Соловецкие каналы что-то есть вот похожее ну масштабы конечно не те но интересно что мы когда плыли по этому Беломоро-Балтийскому каналу туда и обратно читали сам издатовский вариант архипелага ГУЛАГа и там где Солженицын описывает что просидел он день на этом берегу прошла боржонка в одну сторону потом боржонка в другую сторону дескать зачем канал строили а мы весь отпуск загубили в этом канале потому что канал набит так сюда как челнок челнок один навстречу другому нам с ними в шлюз не всунутся волгобалты эти идут это было это было клейлим этого Солженицына канал очень используется очень забит ну вот в отличии от этих каналов которые теперь превратились в маршрут для хорошей туристской прогулки вот а из этих каналов вода стекала через мельницу через электростанцию этим же этой же запасом воды наполнялся док который позволял доковать небольшие суда монастырские то есть они заходили на приливе потом значит на отливе немножко садились на клетки вот а когда надо было выводить они могли совершенно спокойно заполняя этот док водой из озер вот снова их поднимать и переводя из одного шлюза в другой выводить вот места конечно сказочные сказочные и и обязательная рыбалка без рыбалки там ну что сделать нечего сварить ведерко ухи так чтобы хвосты окуневые из ведра торчали это первейшее дело и все свободное время как сколько я понял пока Володя Макаров был там в компании еще со своими тремя офицерами с которыми они поехали проверять они уделили достаточно внимания этому делу и и и и Продолжение следует...